Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук, такой молодой парнишка. Интересно, посмотрим, что будет. Премьер-министром. А вот спикером Верховной Рады стал глава «Слуги народа» Дмитрий Разумков. Его фамилия. Тоже такой, тоже молодой. Для меня они все молодые. Зеленский назвал главные задачи Верховной Рады. Заявил, что возвращение Крыма – одна из главных задач. И пишут везде, что его прямую речь публикуют. Поверьте, я уже понял, распускать Верховную Раду не так сложно. И о чем он говорит? Он говорит, что год занимайтесь, если будут результаты, то, значит, все нормально. Нет, то распущу вас. Ну, вы знаете, я что могу сказать. В радио Зеленского большинство, поэтому пугать распуском как-то даже странно. Потому, что большинство, если у тебя есть, все зависит от тебя. Уже даже не от Рады. Все, что предложит Зеленский, Рады примет. Однозначно. И вот опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан. Да, и так далее, и так далее. И Зеленский выступил и предложил оставить Авакова на посту. Различные депутаты Рады рассказывают о том, что, может быть, это не лучший вариант. Но вот при помощи Авакова мы можем там противостоять и контрреволюции и так далее. Настолько это вот для ватников. Настолько это. Не нравятся мне такие вещи. Очень не нравятся. Понимаете? Это был момент истины. Я вот ждал. Будет Зеленский предлагать Авакова или его катапультировать. Я ждал, что он сделает с Аваковым как символом украинского беззакония. Уволит и отдаст под суд. Или будет лавировать. И в конце концов напорится на подводные камни. Ну, он решил оставить Авакова министром внутренних дел. То есть, он решил оставить в Украине беззаконие, коррупцию и воровство. Люди должны понимать, что для Украины Аваков на сегодняшний день страшнее, даже чем Медведчуки. Они не такие опасные, как Аваков и его банда. То есть, он гораздо опаснее. И что я могу сказать? Вот меня спрашивают, прокомментирую поступок Зеленского. Ну, что можно комментировать? У политика всегда есть два пути. На первом этапе, когда он начал заниматься политикой. И потом, когда он продолжает, если он выбрал первый, идет по нему, у него всегда есть еще второй. Вот два пути у политика всегда есть. Путь честный и путь бесчестный. Это второй путь. Ну, похоже, Зеленский решил свернуть с первого пути, что я могу сказать. То есть, всегда политика, которая идет по первому пути, по честному пути, имеет соблазн свернуть на второй путь. Кто-то сворачивает в самом начале, кто-то проходит достаточно долго. Единицы, кто доходит, так сказать, до финиша, не свернув. Этих людей по пальцам можно за всю историю человечества пересчитать. Похоже, Зеленский уже решил свернуть, потому что вот назначил, переназначил Авакова. Это абсолютно недопустимо. Я уже говорю, Аваков – это символ всего нехорошего в Украине. Поэтому просто ради того, чтобы не мараться, можно было его уже катапультировать. Вот Порошенко готовит переворот, там какая-то хрень. Ну, это вот, я говорю, ватников в России так пугают, там, пиндосами какими-то, переписку какую-то Порошенко. Очень похоже на разводку ватников, очень похоже. Когда у тебя есть реально 70%, какого мятежа или переворота ты можешь бояться, о чем речь? Уволил бы Авакова, получил бы 90% поддержки. А сейчас эта поддержка только уменьшаться будет, безусловно. И вот меня спросили, может ли победить Порошенко. Вот, может ли Ланселон победить дракона, да, смешно. Может ли победить Порошенко. Порошенко нет, не может победить ни в коем случае. А вот идея вместе с Порошенко может победить и очень-очень серьезно. Вот если, допустим, как это ни странно, да, Порошенко оседлает идею народовластия и начнет лоббировать через Раду. А у него есть там достаточно представительное, так сказать, лобби в различные идеи, которые овеществлены будут в законы, да. Причем связанные с народовластью, борьбой с коррупцией и так далее. И он будет их туда втаскивать. И представляете, невозможно будет с ним бороться. Почему? Потому что Зеленский и не может это поддержать, и не может это отвергнуть. И это будет цукцванг, понимаете. То есть, все хорошие идеи, которые есть сейчас. Я вообще не понимаю, почему оппозиция так не действует во многих странах. То есть, чего они боятся. Ну, просто они не чувствуют, не видят эти идеи. Но они хотя бы из политических соображений. Не из желания привести это в жизнь. А из политических соображений бы атаковали. То есть, вот взяли бы основные идеи. Те, которые называются идеи Мальцева. Вот сейчас, допустим, Порошенко берет идеи Мальцева и начинает каждый день по одному закону. Вкидывать. А то и по 10. Связанных с народовластью. С открытостью власти. С отсутствием секретов. И так далее, и так далее. И что тут будет. Ну, конечно, Рада по большинству вопросов от ЛУ примет. Отток будет жуткий. То есть, народ сразу же отвернется от тех, кто сейчас Зеленский. Понимаете? То есть, первый. Вот этот вот. Первая ошибка с Аваковым. Если потом будет допускать следующие ошибки, то и переворот-то не нужен будет. Вы же понимаете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...